20 марта пятница. Сегодня жители Земли смогут наблюдать крупнейшее за 16 лет полное солнечное затмение. Ожидается, что редкое астрономическое явление продлится около 2 минут 50 секунд и будет примерно в 13 часов. Белорусы смогут наблюдать частичное затмение с большой долей перекрытия солнечного диска на 70%. Но специалисты не рекомендуют наблюдать за этим явлением через обыкновенные солнечные очки и советуют использовать светофильтры. Не упустите уникальное событие. Доброе утро! Меня зовут Денис Липкин. Утренний эспрессо расскажет о самом интересном, что происходит с нами и вокруг нас. Смотрите сегодня. Вновь со временем. В теме дня поговорим о проблематике журналистики региона. Один билет, одна семья. Расскажем об акции в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герои». Выходные с интересом. Арт-анонса новинка в кино. И еще один анонс для абитуриентов региона. 29 марта в Полесском госуниверситете состоится день открытых дверей. По традиции пройдет собрание, абитуриенты пообщаются с ректором и деканами факультетов, затем гостей ожидает экскурсия по университету. В нынешнем году в ВУЗе набор будет осуществляться по всем существующим специальностям. Откроются две новые специализации – страхование, экономика и управление на малых и средних предприятиях. Кроме того, с этого года в Полесском университете начнется набор на сокращенную форму обучения по специальности информационные системы и технологии. Для абитуриентов и не только следующая информация в утреннем эспрессо. Партнер показа хорошей погоды – страховая компания «Белгострах». Современное страхование – это наиболее эффективное средство финансовой защиты в критической ситуации. Доверьте свое спокойствие проверенной компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На календаре 20 марта пятница. Сегодня в Беларуси начнется республиканская профилактическая акция, которая говорит сама за себя. Бесправнику не место за рулем. Она продлится по 30 марта. Во время акции сотрудники ГАИ организуют информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах и среди молодежи о порядке получения водительского удостоверения и об ответственности за управление транспортом без соответствующего на то права. Запланировано проведение специальных мероприятий под условным названием «Фильтр». В 2014 году на Брещене произошло 85 ДТП с участием бесправников. В результате таких происшествий погибли 18 человек и 101 получил ранение. В 43 случаях бесправник находился за рулем авто еще и в состоянии алкогольного опьянения. О чем еще актуальном пишет сегодняшняя пресса в нашем традиционном обзоре. Брестские рынки снова оживились. После того, как на самом высоком уровне было объявлено, что они по-прежнему могут продавать свои товары без сертификатов, ИПшники вернулись за прилавки. Подробности в свежем номере вечернего Бреста. Кардиохирургия – совсем молодое направление работы Брестской областной больницы. Однако эта сфера медицины развивается быстрыми темпами. Брестские специалисты уже освоили ряд сложных операций, в том числе по пересадке сердца. Об этом на страницах вечернего Бреста. В Полесском государственном университете действует единственный в стране народный клуб любителей латиноамериканской культуры «Солимар» и управляет им кубинец Иван Таронс Дельгада. Если вам интересно узнать, как зажигаются студенческие звезды и откуда появился загадочный хореограф кубинец, читайте об этом в народной трибуне. В школе номер один города Бреста прошел районный конкурс художественного чтения, посвященный 70-летию Великой Победы. Память хранят наши внуки. Подробности и результаты конкурса в газете «Народная трибуна». В Пинске введена в действие автоматизированная метеостанция. Впервые вести наблюдение с атмосферой и землей доверено электронике. Оборудование из Финляндии, а вот программное обеспечение от белорусских специалистов. Какие преимущества метеорологам дает новая система в свежем номере Пинского Вестника? Пинскводоканал сегодня самостоятельный производственный комплекс, обеспечивающий полный цикл по добыче, очистке и транспортировке воды. Успешно проводимая на предприятии модернизация позволила добиться одной из самых низких по республике себестоимости воды и пропуска стоков, сообщает Пинский Вестник. Серьезных претензий в действиях местных властей не обнаружено. Такой вердикт вынес председатель комитета кодконтроля Брестской области Дмитрий Баско. После прямой телефонной линии и более чем трехчасового приема жителей Лунинетчины. Об этом читайте в Лунинетской районной газете. Стадион Полесье открывает новый футбольный сезон матчем 1-4 финала Кубка Беларуси с участием команд «Гранит-Шахтер». Об этом и других новостях спортивной Лунинетчины узнаете из газеты «Лунинетские новины». Навести порядок около своего приусадебного участка, сделать его красивым и уютным – задача каждого хозяина. Некоторые жители Столина только планируют этим заняться, другие уже взялись за дело. Об этом читайте в свежем номере Столинской районки Новины Полесье. Коллектив Народного театра «Песни, музыки и игры Крыничка» принял участие в международном фольклорном фестивале «Влюбленные сердца», проходившем на берегу Адриатического моря в итальянском городе Ремини. Какие впечатления получили кобринские артисты от поездки в Италию и что особенно им запомнилось, читайте в субботнем номере газеты «Кобрынский вестник». О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Об этом событии на протяжении нескольких дней напишет вся региональная пресса. Выбран новый председатель Брестского областного союза журналистов. Им стал главный редактор газеты «Заря» Александр Лагвинович, который этим утром пришел к нам на чашечку кофе. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. В первую очередь разрешите поздравить вас новым назначением. Спасибо. Но и все же, вот новое руководство областного союза журналистов, какие перед собой ставят задачи? Сейчас так сразу не стоит конкретизировать уже очень сильно ближайшие задачи. Во-первых, потому что план мероприятий на год нынешний, он утверждался в прошлом году. И поэтому мы будем в этом году его максимально придерживаться. Ну и с учетом тех пожеланий, прозвучавших на отчетно-выборной конференции, замечаний, мы, наверное, соберем в ближайшее время секретариат и обсудим какие-то коррективы, внесем в наши планы. Но прежде всего я хотел бы сказать, что наша журналистская организация, она работала всегда очень активно и хорошо. Ее возглавлял в свое время Петр Петрович Судько, редактор газеты «Заря». В последние годы Георгий Степанович Томашевич. К ним везде очень хорошо относились, к этим начинаниям на республиканском уровне. Поэтому мы их сохраним. Это и кустовые журналистские планерки, и журналистский клуб наставничества, и участие в открытых летучках журналистских в редакциях. Это все мы сохраним, но и с учетом сегодняшних реалий мы какие-то принесем новые моменты. Потому что в последние годы журналистика развивается семимильными темпами. Это, я бы сказал, один год сегодня, это как было 20 лет в прошлом веке. Поэтому сегодня нас очень волнует соотношение печатного слова с интернет-контентом, как нам развиваться совместно. И вот с учетом этих новшеств, с учетом сегодняшних реалий, мы будем выстраивать работу, будем организовывать учебу журналистов, будем самосовершенствоваться. Второй момент. Мы хотим активизировать и возродить сотрудничество с коллегами из приграничных областей наших соседних стран. И уже у нас есть хорошие наработки. Буквально на прошлой неделе к нам приезжала делегация из Украины, из Волынской области, журналисты из областной Волынской газеты. И мы уже какие-то шаги наметили. Вот, кстати, одно из начинаний будет это восстановление такое по благоустройству, заложенного еще в советское время сада дружбы. То есть, собственно, ручно журналисты двух стран будут его благоустраивать? Прежде всего журналисты. И, наверное, мы кого-то еще тоже привлечем, чтобы это как-то все побыстрее сделать. Но, по крайней мере, мы, я думаю, такую информационную кампанию проведем и, собственно, ручно, конечно, примем в этом участие. Ну и третье, наверное, будем большое внимание уделять издательским проектам. Сегодня нашим журналистам региона нашего есть что сказать людям, есть поделиться какими интересными проектами. Но под вашей сейчас опекой, можно сказать так, и под вашей ответственностью не только журналисты печатных изданий, но и все остальные. Как вообще, из чего складывается союз журналистов сегодня? Это общественная организация и, другими словами, это творческий союз. Творческий союз людей по профессиональным интересам. Сегодня в области он насчитывает 180 человек в своих рядах. И это более 20 первичных организаций, которые созданы практически во всех средствах массовой информации. Где-то первичные организации меньше по численности, где-то больше. Но это уже в зависимости от коллективов. Но охвачены все районы? Да, абсолютно все районы охвачены. И, ну, надо понимать, что вступление это абсолютно добровольное. Вступать в союз могут только профессиональные журналисты. И, ну, цель основная это общение и самосовершенствование. Общение журналистов не только между нашими регионами области, но и контакты с коллегами из других областей и из других стран. Такие возможности тоже у нас предоставляются по линии Белорусского союза журналистов. С какими мыслями наша делегация от Брестской области поедет на республиканский съезд? Во время отчетно-выборной конференции мы, естественно, избирали 10 делегатов мы от Брестской области избрали. Хочу отметить, что это была, прошла первая конференция областная вообще в республике. На следующей неделе состоится в Гомеле, дальше в Гродно. И вот прозвучало очень много таких пожеланий на путстве где-то, чтобы мы их тоже где-то озвучили на съезде. Ну, во-первых, как я уже сказал, сейчас ситуация в журналистике меняется стремительно. И то, что было пять лет назад, оно немножко уже под сегодняшние реалии, но не совсем подходит. Во-первых, будут наверняка вноситься какие-то изменения в устав нашего общественного объединения. Кое-что уже надо подправить и в кодексе журналистской этики. То есть, ну, там ни в том, ни в том документах даже и слова нету про тот же интернет. Дальше работа с молодежью вызывает много вопросов, потому что, ну, вроде бы мы как-то стараемся привлекать молодежь в свои ряды, но для того, чтобы сегодня молодой человек пришел в Союз журналистов, он должен как минимум пять лет отработать в профессиональном средстве массовой информации. Поэтому, наверное, это тоже возрастной ценз мы чуть-чуть, скорее всего, обсудим и, наверное, на съезде уменьшим. Ну, и обсудим свои финансовые возможности. Опять же, издательские проекты, как мы будем двигаться в этом плане, с привлечением каких финансов, средств. Ну, вопросов, я думаю, будет много. Будет еще о чем поговорить после съезда. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в гости. Удачи во всех начинаниях. Хорошего дня. Спасибо. Всего хорошего. Итак, я напомню, сегодня утром за чашечкой кофе говорили с Александром Логовиновичем, председателем Брестского областного союза журналистов, главным редактором газеты «Заря». 20 марта знаменовано следующими событиями. 1535 год. В России была проведена первая централизованная денежная реформа. По всей стране были введены копейка, деньга, составлявшая половину копейки и полушка, четверть копейки. Копейка получила свое название по изображенному на в ней всаднику скопленной руке. 1897 год. Дата рождения партийного и государственного деятеля Николая Гекала, который был первым секретарем и членом бюро ЦК КПБ Белоруссии и Реввоенсовета Белорусского военного округа. Его именем названа улица в Минске. На доме номер один по улице Гекала установлена мемориальная доска. В 1902 году был продемонстрирован первый мобильный телефон. Изобретение представляло из себя 35-метровую мачту, которая и передавала сигнал от одного телефона к другому. Телефоном тогда назывался большой ящик с антенной в форме круга. Аппараты не получили желаемых отзывов ни у общественности, ни у властей, и проект был признан как коммерчески неуспешный. А в 1937 году в «Известиях» было опубликовано постановление президиума ЦИК СССР, утверждающее изображение государственного герба. «Серб и молот на фоне земного шара и лозунг пролетарии всех стран. Соединяйтесь!» на 11 языках по числу союзных республик. 20 марта 1968 года родилась российская актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова. Уже много лет ведет программу «Доброе утро» на Первом канале, а также продолжает активно играть в театре и сниматься в кино и рекламе. 20 марта, пятница, продолжаем. И сейчас расскажем, как и где с пользой можно провести время на выходных. Один билет, одна семья. Такая акция действует в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Суть новшества проста. Чтобы посетить один из музеев цитадели, всем семействам достаточно приобрести всего один взрослый билет. С новинкой познакомились и наши утренние корреспонденты. Маленькую Катю пугают взрывы бомб и летящие ракеты. И хотя это всего лишь спецэффекты нового музея Брестской крепости, девочка принимает все взаправду. Меня огромно пугал. Мне лошади понравились. Мне лошади понравились. Еще очень интересно, когда вот ходишь и смотришь, что мы живем мирно, а некоторые люди вот так страдали из-за этой войны. Жутко, жутко, когда гремят бомбы, моргает свет. И вот, то есть, они немножко ощутили вот этот страх, который ощущали люди вот именно тогда, в те времена. Анжела Лысая и ее девочки делятся своими впечатлениями от увиденного в Музее войны территории мира. Музей скоро год, как работает в Брестской крепости, но еще далеко не все брещане успели побывать здесь. Для этой семьи посещение подобного учреждения обошлось бы в копеечку. Как-никак, шестеро человек. Но им удалось посмотреть нашумевшую экспозицию всего лишь за один купленный билет. Мы решили опробировать новую такую акцию «Один билет – одна семья». Что это значит? Это значит, если приходит сюда семья, и главный член этой семьи, это может быть папа, мама, дедушка или бабушка, приобретает один билет стоимостью 30 тысяч, а остальные все члены, кто рядом с ним находится, дети, внуки, правнуки, идут бесплатно, посещают или Музей обороны Брестской крепости, или проходят на экспозицию Музей войны территории мира. Акция «Один билет – одна семья» стартовала совсем недавно, и действовать будет, к сожалению, только до 30 апреля и только по воскресеньям. Да и распространяется она только на жителей Бреста. Конечно, это экономия семейного бюджета, но не эта цель работников музея. Я уверена, что посещая музей, знакомаясь с уникальными экспонатами наших музеев, наверняка возникнет такой диалог, допустим, между сыном и отцом, и ребенок спросит у отца, а моя прабабушка или мой прадедушка воевал на войне? И, конечно же, придя домой, наверное, с особым трепетом откроют семейный альбом, будут сматриваться в пожелтевшие фотографии, откроют письма военных лет, которые хранятся в каждой семье. И, наверное, каждый ребенок, школьник нашего города, почувствует и свою причастность к этой великой победе. По данным Министерства спорта и туризма, в прошлом году крепость стала самой популярной достопримечательностью в стране. В 2014-м здесь побывало 400 тысяч посетителей из России, Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. А вот брещане в крепости – гости редкие. Разве только по праздникам приходят. Семья Лысых – то самое золотое исключение. Они любят проводить свое время именно здесь. Говорят, такая вот семейная привычка. Попутно родители в очередной раз рассказывают о дедушке, который дошел до Берлина, или о том, что воевал в партизанском отряде. По немецким танкам стреляют. Видишь, у него награды. Высых, Павел Григорьевич, за отвагу. За подбитые танки немецкие. Детям мы не то чтобы навязываем какое-то свое мнение, даже в памяти, то есть чтить память их прадедов, а дети сами изъявляют желание, потому что они понимают, какой ценой дался мир. И мы благодарны тем людям, которые в годы Великой Отечественной войны стояли ценой жизни и отстаивали вот этот мир. В этом году крепость отмечает сразу два юбилея, 70-летие победы и 50 лет со дня присвоения цитадели почетного звания крепость-герой. И очень важно, когда сюда не только приезжают из-за границы туристические группы, а когда о родном не забывают жители города, в котором происходило страшное. А теперь еще про одно сегодняшнее событие. В рамках проекта «Брест. Культурная столица Беларуси-2015» продолжается благотворительный музыкальный марафон под названием «Я живой». С 20 февраля по пятницам кафе «Апельсин» на Советской в Бресте становится сценической площадкой. Сегодня на ней выступят солисты группы «Музарт», победители зрительского голосования национального отбора на Евровидении-2015. Все добровольные пожертвования, собранные на концерте, будут направлены в адрес благотворительного общественного объединения «Сердце детям» в помощи и поддержку детишек со сложной формой различных заболеваний. В «Утре Минспрессо» также продолжаем рассказ о детях, которым нужна наша общая помощь. «Да, Саша проводит». «Показывает, как надо делать». Маленький Саша, братик Маши Безняковой, тоже пытается приобщиться к занятиям. Еще немного, и ему нужны будут более сложные развивающие игры. Для Машеньки же важно в ее три с половиной пока освоить именно такие упражнения. «Надеемся на то, что она это все, но таких явных признаков и знаков она нам не дает, понимает, она не понимает». «Может, что не нравится, он руки убрал». Единственное, да, когда ей вот она ручку так отхватывает, то есть вот то, что ей не нравится, то, что где-то вот ей неприятно, неудобно, она сразу ручку пытается убрать. Такие занятия на чувствительность ладошек и еще несколько несложных упражнений родители могут проводить сами. А вот уже более сложный массаж, более серьезную лечебную физкультуру делает специалист. Но, к сожалению, занятия ограничиваются только небольшим количеством специальных упражнений. Остальные Машеньки противопоказаны. «Из-за судорог именно, можно сказать, большая задержка в развитии идет. Из-за этого она плохо у нас так развивается, потому что судороги постоянные. И каждый раз судороги, получается, что отбрасывают назад развитие. Так что решили сначала избавиться уже от судороги, и уже тогда уже будем дальше смотреть уже, что делать». Диагноз – большой набор малознакомых обычному человеку медицинских терминов. В жизни это постоянная боль и задержка в развитии. Для родителей это постоянный поиск возможностей для реабилитации девочки. «По графику просморлись, покорнились». «У нас певенция вся жизнь подстроена под это. То есть вот у нас получается, что даже больше под Машу. То есть уже там Саша подстраивается под Машу, потому что как она спит, как не спит, уже как-то вот мы подстраиваемся под нее, под ее кормление, под ее ритм какой-то, под ее занятия». «Один раз родителям удалось съездить в Китай. Результат, говорят, был достаточно заметный. Мы хотели бы поехать в Германию. Там сразу же курс и реабилитации, плюс они сразу смотрят ортопеды, все, то есть назначают, если нужно, операцию на ножке. И плюс идет активная противосудорожная терапия, именно медикаментозная. В Германии, допустим, делают такие операции даже при судорожных синдромах, не прекращающихся судорогах». Машеньку с родителями ждали в германской клинике Шомберг еще полгода назад. Денег вовремя найти не удалось. Лечение перенесли. Но уже с перерасчетом. Необходимо собрать более 15 тысяч евро. Это без учета стоимости расходов на дорогу и проживание. Вообще с такими диагнозами очень редко врачи что-то там обещают конкретно, таких вот прямо сроков, когда там ребенок вылечится или что, никто не говорит. Но в любом случае то, что все говорят точно 100%, что ребенка нужно реабилитировать. Когда, на сколько он восстановится и когда это все произойдет, не скажет ни один доктор. Такого нет, что вы расскажете, там ровно через месяц у вас ребенок, что-то или через год, через два. Но в любом случае, да, как-то вот ее облегчить состояние, как-то пусть даже не вылечить полностью, но где-то легче сделать ей, чтобы ей стало, скажем так, адаптировать ее больше к жизни. Нет, это возможно, но для этого нужна реабилитация. Конечно, чтобы получить заметный результат, необходимо длительное лечение. Но пока задача родителей Машеньки – собрать средства хотя бы на одну поездку. Для родных девочки 15 тысяч евро – неподъемная сумма. Те, кто желает помочь, информацию может получить в интернете либо по телефону 8029-79-30-197. Родители говорят, любая помощь для их дочери бесценна и очень надеются на поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы смотрите «Утренний эспрессо». Десятки предприятий различных форм собственности из различных регионов Беларуси подали заявки на участие в выставке-ярмарке «Брест-содружество-2015». Она пройдет с 23 по 26 апреля. По мнению организаторов, как бы ни складывалась экономическая ситуация, бизнес должен действовать – искать новые возможности, продвигать свою продукцию, поддерживать и находить новые точки соприкосновения. Именно эти возможности и предоставляет «Брест-содружество-2015». На выставке-ярмарке белорусские компании получат широкие возможности для развития контактов и продвижения своих продуктов, как минимум в Брестской области. У ее участников есть большие шансы не только заключить новые контракты, но и изменить конфигурацию регионального рынка в своем сегменте, благодаря своей активности на фоне замерших конкурентов и взять хороший старт для ведения бизнеса. С учетом интересов экспонентов будет сформирована и деловая программа выставки. Ключевым событием которой станет форум производителей и поставщиков «Деловой Брест». О решении проблем житейского плана в эфире «Утреннего эспрессо» занимается рубрика «Горячая линия» и ее ведущая Анна Нови, которая уже появилась в нашей студии. Анна, доброе утро! Доброе утро! Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет «Горячая линия» утреннего эспрессо. Николай из Бреста – владелец земельного участка за городом. Мужчина обнаружил, что одно из деревьев, которое находилось на его участке, спилили. Оказалось, что это сделали работники сельсовета. Вопрос звучит так. Имеет ли право сельсовет без моего ведома так поступить? Николай, сельсовет вправе вынести предписание о необходимости удаления дерева в случае признания его находящимся в аварийном состоянии, как потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, транспортным средством, линиям электро, радио, теле или телефонной передачи. Муж брещанки Марины Владимировны проходит реабилитацию после операции в больнице. В апреле нынешнего года у него заканчивается срок трудового контракта. Наниматель отказал в его продлении. Больничный продлится более шести месяцев, и Марина Владимировна спрашивает, может ли работодатель уволить моего супруга в период нетрудоспособности? Согласно Трудового кодекса Республики Беларусь, истечение срока контракта является основанием для прекращения трудовых отношений. Расторжение контракта с работником возможно в период его временной нетрудоспособности. Следующий вопрос от Виктора Васильевича из Каменца. На предприятии, в котором трудоустроен мужчина, обнаружили пропажу инструмента. Виктор Васильевич не является материально ответственным лицом. На него написали докладную, а в бухгалтерии уведомили о том, что стоимость пропавшего инструмента будут удерживать из его зарплаты. В правиле наниматель высчитывает недостачу из моей зарплаты, хочет знать телезритель. Виктор Васильевич, работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине нанимателю. В случаях, когда ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожением или порчей материалов, изделий, в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, спецодежды и других предметов, выданных нанимателям работнику в пользование для осуществления трудового процесса. Возмещение ущерба работниками в размере, не превышающем среднего месячного заработка, производится по распоряжению нанимателя путем удержания из заработной платы работника. Если работник не согласен с вычетом или его размером, трудовой спор по его заявлению рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Вы смотрите утренний эспрессо, мы продолжаем. Осталось всего меньше месяца до начала чемпионата мира по футзалу. Он пройдет с 17 по 25 апреля в пяти городах Беларуси, в том числе в Бресте и Пинске, во дворце спорта «Виктория» и спорткомплексе Полесского госуниверситета. Помимо нашей команды за медали чемпионата будут бороться сборные Колумбии, Парагвай, Аргентины, Ругвай, Венесуэлы, Бразилии, России, Чехии, Словакии, Бельгии, Норвегии, Австралии, Марокко, Кыргызстана и Кюрасау. Белорусским любителям футзала предстоит увидеть 32 игры. А в предстоящую субботу Брест примет финальную часть чемпионата страны по мини-футболу среди ветеранов. Гость утреннего эспрессо Николай Ярохович, председатель клуба ветеранов футбола «Адамс». Николай Павлович, доброе утро! Вы уже сказали о том, что в эту субботу начнется финальная часть чемпионата Беларуси по мини-футболу. Она объединяет сколько команд? Кто к нам приедет? В финальном этапе чемпионата Беларуси по мини-футболу примет участие 8 команд. Представители областных центров – это Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Минская область, город Минск. И еще одна команда из города Борисова будет прошлогодний чемпион, который был в прошлом году. Но у нас регион представляет команда «Адамс». Насколько сложно было пройти сито отбора, чтобы выйти в финал? Ну, скажем так, наш футбольный клуб давно уже существует в городе Бресте. В общем-то, и занимаем лидирующие позиции. Нам, естественно, составляют конкуренции ветераны из города Барановича, из города Пинска, из города Березы. Но мы как бы на данном этапе федерация признала нас сильнейшими. Но в вашем составе наверняка есть те имена, которые болельщики со стажем знают. Да, за наш футбольный клуб, за нашу команду будут играть такие известные в свое время футболисты Брестского «Динамо», как Александр Михайлович Полик, который играл и в Брестском «Спартаке», и в Брестском «Динамо», и был президентом футбольного клуба «Брест». Также Александр Герасимук, Виктор Сычик, Василий Черекович, Александр Мельник. Ну, можно и продолжать дальше фамилии, которые в свое время очень активно и хорошо защищали цвета нашего Брестского «Динамо». Но если взять название «ветеранский футбол», ну, как правило, футболисты по-разному уходят на пенсию. Кто себя могут таковыми считать ветеранами? Ну, вообще официально, как бы так, общепризнанно, что 35 лет и старше уже можно играть за ветеранов. Вот у нас городские мероприятия проводятся, турниры и все остальное. Ну, а так вообще ветераны за 50, это уже вот в Европе, как бы, общепризнанно за 50 лет. В данном турнире у Виктора возрастной цен будет 42 человека до 45, 3 человека 45, 50, остальные без ограничений, которым 50 лет. Вот без ограничений, мне интересно, еще после полвека все равно играют? У нас есть наш товарищ футболист, Валерий Прямков, которому 66 лет исполнилось, буквально в марте, и он играет и очень активно занимается спортом. Так что будет на что посмотреть. Да. Ну, давайте расскажем несколько слов, потому что, я думаю, телезрители заметили, кубок таких размеров не увидеть нельзя. Ведь Адамс играет не только во внутреннем чемпионате. Да, Денис, вы знаете, уже на протяжении лет пяти мы как-то переключились на арену именно такую вот международную, представляем нашу Беларусь, в общем-то, на международном уровне. Выезжаем играть в Польшу, сопредельную Литву, Украину, в общем-то, и активно участвуем в этих мероприятиях. Вот данный кубок – это, скажем так, итог нашей игры на протяжении двух лет. Мы участвуем в данном турнире, хотя турнир сам существует уже три года. Вот, как бы данным, ну, инициатором создания данного бренда было вначале три страны, три команды, скажем так. Это Балтика, Россия, Калининград, Украина, 21 век и Лешна, Польша. Затем в 2012 году мы присоединились сюда в качестве наблюдателей и очень активно планку эту подняли, участвовать стали в этом турнире. Ну, не скромничайте, скажите, что вы его выиграли в прошлом году. В 2014 году, да, нам улыбнулась удача, и мы выиграли этот кубок, и целый год он будет стоять у нас в городе Бресте, и мы будем радоваться, наблюдая за этот кубок. Ну, мало того, вы скажите и познакомьте телезрителей, то, что это аналог Лиги Чемпионовского кубка, который сейчас только-только разыгрывается. Да, 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 вы знаете, скажем так, этот кубок был создан по аналогу Европейской Лиги Ветеранов, то есть он сейчас Европейская Лига Ветеранова, а был разыгран именно, создан как Европейская Лига Ветеранов. Вот, поэтому его создавали наши коллеги в городе Киеве, Вадим Каганов, президент этой вот ассоциации, которая создана, вот, ветеранов. В этом году мы надеемся, что к нам присоединятся еще страны из Чехии, из Литвы, вот, поэтому будем активно его развивать. Ну, и давайте сейчас все-таки вернемся к главному информационному поводу, это чемпионат Беларуси, который начнется буквально через считанные часы завтра. И чего состоит, когда приходите и болеете за свою команду? Значит, на этот турнир, наш турнир, финальная часть чемпионата Беларуси по мини-футболу начнется завтра, 15.00 игры начнутся в прекрасном нашем дворце, Виктория, на улице Ленинградской, 4. Приглашаем всех болельщиков, поддержать наших ветеранов и надеемся, что наша команда не подведет и мы станем в этом году, надеемся и хотим, стремимся к этому, чемпионами Беларуси по мини-футболу среди ветеранов. Ну, а утренние эспрессо и все телезрители желают вам только удачи. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в гости. Хорошего дня. Спасибо, Денис. Итак, я напомню, что у нас в гостях был Николай Ярохович, председатель клуба ветеранов футбола «Адамс». 20 марта, пятница. А если будете завтра в Минске, не пропустите возможность посмотреть, да и послушать инициативу Ассоциации молодых белорусских композиторов. 21 марта с 15 до 16 часов в 10 переходах метро столицы будет звучать бах. Так молодые музыканты решили отметить день рождения известного композитора. Исполнять музыку баха будут два десятка профессиональных музыкантов. На станции метро Немига можно послушать контрабасы и скрипку, на Октябрьской флейты, на Пушкинской баян, на Каменной горке электронное фортепиано, на Пролетарской велончель, на тракторном заводе гобой и скрипку, на Фрунзенской фагот, на Могилевской флейту, на Якуба Колоса ансамбль ударных инструментов, на Площади Победы цимбалы. А если останетесь на выходные в Бресте, можно сходить на кинопремьеру. В выборе поможет сориентироваться арт-анонс с Екатериной Гараевой. Доброе утро! В этом мире пора что-то менять. Именно так звучит слога нового фильма антиутопии «Дивергент. Глава вторая. Инсургент». Начало сюжетной линии мы могли наблюдать в апреле 2014-го. И вот год спустя борьба главной героини с огромным и безжалостным альянсом снова продолжается. Ты нашла его. Будущее, которое мы все заслужили. Что, по-твоему, Джанин хранит в этой коробке, Калеб? Понятия не имею. Но ей нужны дивергенты. Джанин ищет того, кто сможет ее открыть. Найдите их. Всех до единого. Джанин никогда не оставит нас в покое. Пора дать ей отпор. Нужно больше людей. Найдем. Это афракционеры? Уму непостижимо. По сюжету в будущем мирное существование досталось людям ценой очередной кровопролитной войны. А в Чикаго существует общество, разделенное на пять фракций. Каждой фракции присущ определенный стиль жизни. В новой главе «Антиутопия об обществе», где все расставлено по полочкам, а любая индивидуальность подлежит искоренению, главная героиня Трис по-прежнему пытается найти способ борьбы со страшной системой, уничтожающей ее близких. Каждый день она узнает все больше страшных подробностей, стоящих за кажущимся порядком. Но главное в этой борьбе не внешние препятствия, а справиться с расколом, который враг порождает в ее собственной душе. Ведь одно единственное решение может изменить тебя или уничтожить. Невзирая на растущие беспорядки во фракциях, Трис Прайор продолжает спасать тех, кого она любит, и саму себя. В ролях Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Наоми Уоттс, Кейт Уинслетт, Мэгги Кью и Николай Быстров. Я не стану драться с тобой. Конечно, нет. Ты будешь драться с собой. Я желаю вам интересных, насыщенных выходных и приятного похода в кинотеатр. Спасибо, что выбрали наше утро. У нас самые интересные новости с утра. На помощь лесоводам в борьбе с нарушителями лесного законодательства теперь придут системы видеонаблюдения. Лесхозы Брещины приступили к тестовым испытаниям фотоловушек. В течение весенне-летнего сезона в лесных массивах области их будет установлено около 100 единиц. Их поочередно будут устанавливать там, где чаще всего совершаются правонарушения. О том, что в лесу ведется видеонаблюдение, посетители будут информировать специальные знаки. А согласитесь, отличный знак о том, что день будет удачным – это хорошая погода за окном. Партнер показа хорошей погоды – страховая компания «Белгостра». Современное страхование – это наиболее эффективное средство финансовой защиты в критической ситуации. Доверьте свое спокойствие проверенной компании. Субтитры создавал DimaTorzok «Трапеза любви» под таким поэтическим названием 22 марта. в День 40 мучеников в Высоковском городском доме культуры пройдет кулинарный конкурс. На суд жюри участники представят постные блюда, изготовленные собственноручно. Посоревнуются в написании писем «Милосердия», освоят мастер-классы по изготовлению жаворонков из теста и ткани, а также специальному завязыванию платков в этот день. Закончится мероприятие награждением победителей и совместной трапезой постных конкурсных блюд. Живите вкусно! Меня зовут Денис Липкин. Плодотворные пятницы и хороших выходных!